29 лет прошло с того дня, когда всенародным голосованием в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации. Государственным праздником этот знаменательный день стал на следующий год. Не забывают об этом важном празднике для государства и в Славянском районе. Конституция для гражданина России – это закон, который он должен знать. Ведь знание и грамотное применение законов – норма жизни, и это помогает для повышения ее качества. Конституция гарантирует многие права, которые кажутся нам настолько обычными и привычными, а между тем далеко не во всех странах они соблюдаются. Об этом говорилось на праздничном приеме главы Славянского района Романа Синеговского, куда были приглашены представители общественности, избирательной системы, а также учащиеся. В нашей стране проживает много разных национальностей, много разных вероисповеданий, но есть определенные законы, есть определенные принципы, есть определенные правила. Наша страна благодаря принятому закону, мы видим, динамично развивается, движется вперед, в том числе и Славянский район – это наша малая родина, наш район – это часть нашей большой страны. И мы сегодня вместе с вами трудимся, мы строим социальные объекты, благоустраиваем наши населенные пункты, наш город, выполняем все федеральные программы, краевые программы, социальные программы. Все это делается для более качественной жизни, для более комфортных условий проживания наших жителей. Председатель избирательной комиссии Славянской Анатолий Чумаков, отметив большую роль Конституции в нашей жизни, рассказал о том, как реализуется избирательное право жителей Славянского района. Конституция Российской Федерации у нас принята в декабре 1993 года и действует по настоящее время. Но за это время у нас внесено ряд изменений в Конституцию Российской Федерации. Это именно какой направленности? Это социальная направленность, для того, чтобы мы могли развиваться, для того, чтобы мы могли лучше жить, чтобы лучше нам было с вами на территории нашего родного государства. Конституция Российской Федерации является основным законом нашего государства. И мы всегда ней пользуемся, пользовались и будем пользоваться. Затем за успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний были отмечены председатели участковых избирательных комиссий Татьяна Городничая и Людмила Карцева. Поощрен лауреат Краевого конкурса научных работ по избирательному законодательству студент филиала университета Александр Дацко. За вклад в развитие ветеранского движения награжден благодарностью губернатора Кубани Вячеслав Никоев. Доброй традицией уже стало вручение в этот день главного документа Российской Федерации. Паспорт и памятный подарок получили приглашенные на прием славянские школьники. Мне очень приятно получить паспорт в день 12 декабря, в день Конституции. Она определяет наши права и обязанности и нашу жизнь в нашей Российской Федерации. Наша жизнь не стоит на месте, она меняется. Есть изменения к лучшему. Опираясь на Конституцию, в основе которой лежат права и свободы каждого гражданина, муниципалитет уверенно идет вперед. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».